Мужское и женское в семье должно присутствовать, и дети должны впитывать и то, и другое, то есть они должны видеть это единство, понимаясь, для того, чтобы в них прописывалось гармоничное взаимодействие. Потому что их воспитывать нельзя, то есть воспитывать словом невозможно ребёнка, то есть он не слышит ничего, он не понимает слов. Ребёнок, а что он понимает? Он глазами то, что видит, впитывается прямо вот как губка, впитывает вот то, что видит среди родителей, или в той среде, в которой он возник. И в нём прописывается именно то, где та среда, в которой он возник. Понимаешь? Со всеми вот этими искажениями, или отсутствием, или гармоничное, вот такое гармоничное единство. Оно ведь тоже, тоже даруется ребёнку в гармоничной семье. Поэтому всегда надо начинать с себя. С себя. А в паре от женщины во многом зависит больше, больше, чем от мужчины что-то. Потому что женщина делает своего мужчину своей силой, своей энергией. Но сила — это не значит, что я вот такая, понимаешь? Женская сила — это её слабость. Вот это в этом её сила. Это её мягкость, это её нежность, это её принятие всего, таким, какое оно есть. Понимаешь, ты рассмотри просто даже на физическом уровне, ведь всё подсказано на физике. Женщина мягкая, правда ведь, нежная, а мужчина твёрдый. Если женщина не будет мягкой, то взаимодействия не будет никакого. Где надо мягкая, не волнуйся. Вот так это как-то происходит, понимаешь? Что, что, милая, что-то. Хорошо. Передавайте микрофон. Спасибо.